Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок. С вами Юлия Кондратенок. И сегодня я хочу поговорить с вами об основных ошибках, которые делают при обрезке начинающие садоводы. Все мы хотим иметь красивое, гармонично сложенное дерево. И поэтому, естественно, формируем его, обрезаем, омолаживаем. При этом очень важно избежать некоторых моментов, которые могут серьезно ухудшить состояние вашего дерева. И даже в чем-то привести к заболеванию, и даже к гибели. Итак, самая основная ошибка, которую делают наши садоводы, когда делают обрезку, это оставление больших пеньков, либо сучьев без перевода на боковое ответвление. Здесь вот можно видеть два таких момента. Момент первый. Вот эта скелетная ветвь, которая была расположена в первом ярусе, ее решили обрезать, но при этом ее не обрезали ни полностью, ни с переводом. То есть оставили просто такой вот большой длинный отросток, сук. Из-за того, что здесь не было сильных веточек, сильных побегов, которые могли бы ее вытянуть и в дальнейшем закрыть, он начал усыхать. Вот видите, уже начало потемнение коры началось. То есть он усохнет, и рано или поздно на этом суку могут появиться трутовые грибы, которые в дальнейшем пойдут дальше в ствол и вызовут заболевание и отмирание. Видите, он не смог затянуться, все веточки, которые здесь были, засохли, потому что находится этот сук в очень невыгодном положении сейчас. Его заслоняет серьезно крона. И по всем правилам этот сук следовало бы выпилить под основание, если он действительно серьезно мешает. Второй момент здесь, обратите внимание, при срезке ветви был оставлен пенек, да еще под большим наклоном. Такие пеньки практически никогда не заживают. И будучи незамазанными, обычно становятся входными воротами для различных грибковых инфекций, для того же рака черного, обыкновенного, для трутовых грибов. Такого у вас на деревьях быть не должно. Сейчас мы с вами попробуем это все аккуратненько исправить. Так, основные ошибки при выпиливании сучьев. Либо мы оставляем слишком большой пенек, это плохо, либо мы, наоборот, срезаем слишком глубоко. Вот, допустим, если я начну резать вот так, получится очень большая рана, которая будет очень тяжело заживать. Особенно сложно бывает спилить сучьев, которые отходят под острым углом. Дело в том, что здесь нет четко выраженных кольцевых наплывов. Если вы помните, в одном из наших сюжетов мы как раз рассматривали такой момент, как правило, обрезки, где оно делается, где срез делается именно по внешнему краю кольцевого наплыва. Здесь у сучьев, которые отходят под острым углом, часто такого кольцевого наплыва не образуется. Поэтому здесь срезы делаются с таким расчетом, чтобы площадь среза получилась с одной стороны минимальная, а с другой стороны не образовалось большого пенька. И рана в то же время не была бы глубокой. Итак, вот так резать неправильно, вот так резать тоже неправильно. Мы получим очень большую площадь раны, которая будет очень плохо зарубцовываться, и, скорее всего, образуется дупло. Мы делаем срез под небольшим углом, приблизительно относительно, если взять относительно оси дерева, то приблизительно 45 градусов. И вырезаем. Срез должен будет подойти к углу развилки. Обязательно придерживаем немножко сук рукой, чтобы он не зажимал полотно ножовки. Так, мы с вами сейчас срезали уже усохший сок. Видите, уже началось разрушение древесины, то есть мы своевременно практически его удалили. И сейчас наша задача – это зачистить края раны. Дело в том, что при спиливании сучьев иногда получается так, что края, особенно там, где кора, немножко разлохмачен. Такие срезы заживают медленнее, чем сделанные абсолютно гладко и ровно. Поэтому мы сейчас с вами аккуратненько загладим. Заглаживание можно делать при помощи садового ножа или универсального ножа. Наша задача – аккуратненько срезать, вот эти вот завохматившиеся края. Сильно срезать не стоит. Некоторые закладывают нож очень глубоко, фактически срезая большой кусок коры, вот настолько, так что получается поверхность раны выпуклой. Она будет плохо зарастать. Так делать не надо. Мы только срезаем то, что погреждено, разлохматилось. Вычищаем отмерзшие части вот здесь вот. Итак, мы зачистили с вами рану, и сейчас ее обязательно нужно замазать. Ведь открытая рана – это открытая ворота для любой инфекции. Для замазки вы можете использовать как хорошую садовую краску, желательно стойкую, масляную краску, сурик, водоэмульсионную краску, так и садовый вар, садовые бальзамы различных марок. Мы с вами сейчас это замажем садовым варом. Сейчас мы с вами вот на примере этой ветки, отходящей от скелетной, рассмотрим, как ее можно правильно и неправильно срезать. Итак, начнем с неправильных срезов, которые чаще всего встречаются у нас в садах, которые потом приходится исправлять, вырезая усохшие сучья, пеньки и так далее. Многие из наших садоводов не заморачиваются и срезают, как говорится, как быстрее, как получается, а именно оставляя пенек. Вот так. Второй момент – это неправильное расположение секатора относительно ветки, которую мы срезаем. По всем правилам, режущее лезвие, вот это, должно располагаться к той части ветки, которая остается, а обушок – к той части ветки, которая будет удалена. Дело в том, что когда мы делаем срез, обушок, двигаясь, он повреждает, размочаливает кору. И если мы сейчас сделаем неправильный срез, поставим вот так, обычно мы, когда режем, мы немножко наклоняем ветку и шевелим секатором, то может получиться так, что здесь у нас, здесь у нас ровненько, аккуратненько, а вот на той части, к которой прилегал обушок, посмотрите, как мы размочалили, видите? Поэтому мы всегда делаем срез, размещая режущее узкое заостренное лезвие к той части ветви, которая должна остаться. И здесь, я повторюсь, здесь ошибка сделана в том, что оставлен большой пенек. Итак, мы располагаем сейчас секатор правильно. Второй момент. Здесь хорошо виден кольцевой наплыв. Он образуется благодаря складкам образовательных тканей, которые помогут нам в дальнейшем быстро зарастить эту рану. Если мы разместим секатор слишком низко, ниже, чем кольцевой наплыв, мы удалим эту ткань, и рана будет заживать очень плохо, очень медленно, а то и станет потом началом до развития какой-нибудь нехорошей болезни. Поэтому внимательно смотрим на наш сучок, находим внешний край кольцевого наплыва, размещаем секатор свой режущей частью именно по краю, делаем срез. Если остался небольшой задир, заглаживаем его ножом. Срезы диаметром до сантиметра можно не замазывать, особенно если они находятся на обрастающих ветвях. Если же на штамбе и у вас есть такая возможность, то вот такого вот размера ранку желательно все-таки замазать краской либо садовым варом. Волчок очень важно тоже удалить аккуратненько по небольшому кольцевому наплыву, по внешнему его краю, чтобы не спровоцировать в дальнейшем активный рост новых волчков. Если мы срежем волчок вот, допустим, здесь, останутся почки многочисленные, плюс спящие почки, которые в этом вегетационном сезоне дадут целый веник, целую мутовку новых волчков. Поэтому мы внимательно осматриваем вот граница роста, где он начался, размещаем секатор и одним движением срезаем волчок. Как правильно делать срезы во время детальной обрезки особенно молодых деревьев, где каждая веточка у нас на счету, и от того, как мы обрежем дерево, зависит его будущее, крона, его здоровье, сейчас мы с вами рассмотрим на примере вот этой вот однолетней веточки. Чаще всего, когда мы делаем обрезку, мы, не задумываясь, легко срезаем, фактически не глядя. Обычная ошибка наших садоводов в том, что они, опять же, и здесь оставляют пеньки. Такой вот пенек практически никогда не заживает. Правильнее сделать срез так, чтобы он проходил, его край, чуть-чуть выше, чем основание почки. Вот это место, где почка крепится к подушечке, называется ее основанием. Если мы срежем ниже, давайте пожертвуем этой веточкой, сделаем неправильный срез. Видите? Граница среза располагается значительно ниже, чем основание почки. Такая почка, скорее всего, засохнет, заглохнет, отомрет, либо даст очень слабый побег. То есть, так быть не должно. Раз она засохнет, вот останется большой такой пенек, и проснувшаяся вот здесь почка будет отходить под таким острым углом от ее основания. То есть, получится не очень красиво, не очень правильно. Правильней. Сейчас мы с вами это сделаем. Размещаем секатор так, чтобы срез располагался чуть-чуть выше, чем основание почки, под углом 45 градусов. И срезаем. Видите? Вот срез, вот основание почки. здесь у нас строго 2 миллиметра. В таком случае, ну, здесь вот есть еще маленький момент. Видите? Остался маленький пенечек. Идеальный, конечно, срез, когда вот этот выступ будет как раз на уровне верхушки почки. Но это, я вам скажу, настолько маленькая погрешность, что на качестве зарастания ранки в дальнейшем не влияет. Проснувшаяся отсюда верхушечная почка становится естественным продолжением побега. В то же время, срезая вот так почку, срезая, укорачивая так побеги, мы провоцируем развитие из этих вот оставшихся почек новых обрастающих веточек, которые в дальнейшем могут стать как ростовыми, так и плодовыми. И заложить уже через год новые цветковые почки. Еще один неправильный способ срезать почку это скос в совершенно другую сторону. Когда срез делается под углом, но не в ту сторону. Видите, получается такой пенечек, который тоже очень плохо зарастает. На этом краткие правила обрезки подошли к концу. Более серьезно обрезку следует, конечно, изучать на практике с опытным садоводом-любителем в процессе приведения в порядок как ровно какого-нибудь дерева яблони, либо груши. Надеюсь, что эти небольшие уроки помогут вам правильно сформировать дерево, избежать многих ошибок и получить здоровый, цветущий и плодоносящий сад. Процветание вам и вашему дому! Подписывайтесь на наш канал! С вами была Юлия Кондратенок. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok